Эфир Кубань24 продолжает программа «Факты мнения» в студии Алла Гаража. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин утвердил стратегию государственной политики в отношении российского казачества. Документ начнет работать в следующем году. Рассчитан он на 9 лет до 2030 года. Содействие консолидации российского казачества, сохранение развития и использование его наследия и культуры, формирование эффективного механизма привлечения российских казаков к несению государственной службы, а также участие в решении государственных задач в интересах национальной безопасности. Все эти цели указаны в новой утвержденной стратегии, как будем реализовывать документ у нас в Краснодарском крае, также каких результатов добились наши казаки и как несут свою службу. Об этом поговорим сегодня с гостем в студии заместитель начальника отдела организации госслужбы казачества и работе с казачьими обществами, департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края Анастасия Ворошилов в нашей студии сегодня. Анастасий Николаевич, добрый день. Я рада приветствовать вас сегодня в нашей студии. Ну что ж, давайте обсуждать начнем. Что вошло в новую стратегию государственной политики в отношении российского казачества, утвержденную президентом. Каковы основные пункты? Давайте о них. Вы знаете, да, президент утвердил 9 августа текущего года новую стратегию государственной политики в отношении казачества до 2030 года. Данный документ является документом стратегического планирования, который определил основное направление государственной политики по консолидации российского казачества, развитию и сохранению традиционных форм деятельности, духовно-нравственного воспитания молодежи, привлечению казаков к государственной службе. И безусловно, самый важный момент это формирование и развитие механизма общественно-государственного партнерства по решению государственных задач в сфере национальной безопасности. Как любой государственный правовой документ, он содержит в себе новый понятийный аппарат. Это является одним из новшеств. Следующим новшеством является, что в документе заложены цели и индикаторы реализации стратегии по каждому году. И самой главной новеллой данного документа является, что в рамках гражданского правового партнерства предполагается причинение казаков к решению вопросов в сфере конфессиональных вопросов, урегулирования конфликтов, решения в сфере патриотического воспитания молодежи. То есть все эти вопросы, они сформированы и являются сейчас основополагающими в этой стратегии, которая начнет действовать с следующего года, как вы правильно сказали. Анастасий Николаевич, как сегодня привлекаются кубанские казаки к несению государственной службы, также что обозначено стратегией к участию в решении государственных задач в интересах национальной безопасности? Как сегодня эта работа проводится? Вы знаете, у нас в крае, в частности, принята стратегия, вернее, план реализации стратегии до 2020 года, которая является действующим. И в рамках этого плана казаки кубанского войска осуществляют мероприятия, связанные в том числе с государственной службой, патриотическим воспитанием молодежи, экономической деятельностью. Вообще, госслужба казачества несется на основании федерального закона о госслужбе российского казачества номер 154 и постановлении правительства Российской Федерации номер 93, которые определили виды этой службы. Это, безусловно, охрана общественного порядка, это, безусловно, защита государственной границы, природоохранные мероприятия, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. В частности, у нас 2784 казака в этом году активно участвуют в именно несении государственной службы. Из них 1764 казака – это охрана общественного порядка, 135 казаков – это защита госграницы, 169 казаков – это казаки, привлекаемые к противодействию незаконному обороту наркотиков. И, поверьте, результаты очень хорошие. Как я уже говорил, у нас Кубанское казачье войско является одним из лидеров, если не сказать, самым лидирующим войском Российской Федерации. Это признано и отмечено было руководством нашей страны. И об этом неоднократно говорил всероссийский атаман Николай Александрович Далуда. Очень важные мероприятия, такие масштабные. Давайте расскажем, как в период ограничительных мер специалисты департамента работали. Много ли накопилось проектов, которые не удалось в это время реализовать, и какие планы по наверстыванию? Вы знаете, у нас в крае принято соответствующие нормативные акты, которые регламентировали деятельность органов исполнительной власти. У нас, безусловно, был режим самоизоляции, дистанционной работы. У нас была ротация сотрудников, что позволило в полной мере обеспечить деятельность нашего органа без каких-либо проблем и без отставания от действующих планов. Безусловно, в этом году часть мероприятий, которые были запланированы, связанные с патриотическим воспитанием, массовые мероприятия, они, к сожалению, проведены не были. Ну, по причине возникновения этой коронавирусной инфекции. В то же время у нас 3000 казаков участвовало в деятельности мобильных отрядов самоконтроля. Вот с апреля по середину июня. У нас сотрудники нашего департамента, в частности, как и все сотрудники органов исполнительной власти, привлекались тоже к работе вот этих вот мобильных отрядов самоконтроля. Ходили, проверяли соответствие, чтобы люди соблюдали вот эти требования и нормы. Потому что мы понимаем, какая опасность и какие последствия могут возникнуть в случае вспышки возникновения вот этой инфекции у нас на Кубани. Да, очень важную работу проделали в этот период. Анастасий Николаевич, давайте расскажем, по каким краевым программам сегодня работают специалисты департамента, какой упор делается в их реализации. На территории Краснодарского края вообще в целом у нас принята государственная программа Краснодарского края «Кубанское казачество». Кроме того, у нас приняты муниципальные программы в каждом муниципалитете поддержки казачества. А также казаки привлекаются в рамках программы противодействия незаконному обороту наркотиков к мероприятиям вот в этой сфере. В частности, программа казачества Кубани, она нацелена на охрану общественного порядка казаков, поддержку финансирования, на кадетские корпуса, которые знамениты, которые у нас являются призерами всероссийских конкурсов и регулярно являются победителями в этих конкурсах. И, в частности, новороссийский корпус у нас был владельцем президентского знамени. Вот как на конкурсе самый лучший назначенный кадетский корпус России. Что у нас еще? В рамках этой программы у нас проводятся в том числе какие-то мероприятия, связанные с культурно-массовыми, то есть казачьи парады, какие-то поминовения. К сожалению, конечно, это сейчас было ограничено, но надеемся, что все пойдет в русло, и мы сможем в полной мере реализовать поставленные задачи и цели. Скажите, а существуют ли какие-то государственные преференции сегодня для тех людей, которые в ряды казаков вступают? Нет, вы знаете, казак, как говорится, казаком надо родиться, казаком можно быть, казаком нужно стать. Любой человек, который желает, либо является казаком по роду, может прийти в казачье общество, изъявить желание, пройти соответствующую процедуру традиционного принятия казачьего общества. И если он себя зарекомендовал как ответственный, как исполнительный, как человек, чтящий и соблюдающий традиции куманского казачества, то, соответственно, его через три месяца испытательного срока его принимают казачьи общества. То есть это можно сделать в любом возрасте, если ты понимаешь, что есть такая у тебя необходимость? Ограничение. Единственное, что с 18 до 65 лет, это по закону, можно являться членом казачьего общества. Ну и опять же есть определенные традиции, связанные именно с казаками. Это внутренние традиции куманского казачьего войска, вообще казачества. То есть в соответствии, которым человек должен соответствовать. Давайте затронем вопрос, как краевые власти поддерживают и развивают выделение земель, создание казачьих кооперативов. Ну, принятие решения было, исходя из норм законодательства Российской Федерации, земельного кодекса. В частности, в наш краевой закон об обороте земель, было в 532, по-моему, было внесено статья 20, которая давала право казакам получать землю без торгов на территории их деятельности. Для осуществления сельскохозяйственной деятельности, развития традиционных форм хозяйствования, укрепления материально-технической базы этих казачьих обществ. Это направлено, это норма. На текущий момент в Краснодарском крае у казачьих обществ порядка 22,5 тысячи гектар земли. Эта земля используется казачьими обществами. Каким образом? Учитывая специфику казачьей общества, как некоммерческой организации, в соответствии с требованиями законодательства, казачьи общества создают так называемые сельхозпредприятия казачьи, где они являются учредителями. И вот эти сельхозпредприятия, соответственно, привлекаются к обработке данной земли. То есть казачья общество, являясь арендатором земли, ну, грубо говоря, привлекает свою организацию, которую она создала, и члены которой являются казаками, да, то есть сотрудники, к обработке этой земли. Либо, соответственно, казаков-фермеров привлекают для того, чтобы эту землю возделывать. И вот основная прибыль и доход, конечно, идет на уставные цели казачьего общества, на патриотическое воспитание молодежи, на поддержку казачьих классов, на приобретение формы одежды, на укрепление материально-технической базы казачьих обществ. То есть, допустим, при подготовке к военно-полевым сборам казаки приобретают палатки, раскладушки, да, то есть необходимое обеспечение для того, чтобы можно было в полной мере пройти подготовку к возможным, ну, скажем так, действиям по защите Отечества. Анастасий Николаевич, вы уже озвучили, что в любом возрасте можно стать казаком, но, тем не менее, наверное, истинные те, что с детства, да, к этим традициям привлекаются. Вот давайте поговорим о том, как Департамент казачества взаимодействует с Министерством образования при создании казачьих классов, корпусов, как эта работа ведется, и на каком уровне мы в стране и в России находимся. Ну, могу сказать о том, что у нас на Кубани сформирована уникальная система казачьего образования, об этом тоже неоднократно говорилось и руководством нашего края. Ее основу составляют семь казачьих и 10 корпусов. Как я уже говорил, они являются неоднократными призерами и победителями различных российских конкурсов. И вот в эту систему, помимо всего прочего, входят 1040 школ, на базе которых сформировано 4500 казачьих классов, где обучается 91 тысяча юных кубанцев. Казачат, да. Которые приобщаются к культуре, к традициям казачества, пропитываются тем духом нашей земли, чтобы с гордостью жить на ней, служить Родине, Отечеству и на благо родного края. Как участвует департамент в реализации и развитии патриотического воспитания молодежи? Учитываются ли здесь традиции казачества? Безусловно, у нас сформирован союз казачьей молодежи, который насчитывает больше 100 тысяч человек. Сейчас они активно занимаются реализацией различных акций, участвуют в волонтерских движениях, в различных мероприятиях, связанных с культурой и патриотикой. Так понимаю, в планах сегодня у департамента разработать план мероприятий для стратегии, о котором мы в начале программы поговорили? Безусловно. Учитывая то, что у нас действует стратегия до 2020 года, она подразумевается под собой план реализации. Вот этим департамент и займется в ближайшее время. Сейчас. А в дальнейшем мы разработаем новый план в рамках новой стратегии. Я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что были сегодня у нас в студии. Развитие казачества в Краснодарском крае. Мы говорили сегодня с заместителем начальника отдела организации госслужбы казачества и работе с казачьими обществами, департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края. Анастасия Ворошева был в нашей студии. Таким было сегодня мнение. Всего вам доброго. До встречи на Кубань-24. Субтитры подогнал «Симон»